Это видео посвящено краткой истории региона под названием Новороссия. До присоединения этих земель к Российской империи, этими территориями владела Османская империя. Территория Новороссии была присоединена к России в результате русско-турецких войн во второй половине 18 века. И именно после того, как эти земли были завоеваны, у османов этим землям дали название «Новая Россия». Это современные земли Донецкой республики, Херсонской области, Запорожской, Николаевской, Кубанской и Одесской областей. После чего регион превратился в мощный промышленный район, ставший важным хребтом экономики Российской империи. На месте будущей Новороссии располагалось Крымское ханство, а на западе – Молдавское княжество, а в северной части – земли запорожских казаков, подчиненных Речи Посполитой. После Переиславской рады и вхождения Малой России в состав Русского царства, активизировалось продвижение на юг и процесс колонизации этих территорий. Заселение края началось с основания небольших военных поселений, гарнизоны которых состояли из запорожских казаков и царских служилых людей. Многие из этих поселений являлись укрепленными острогами и станицами, которые препятствовали Крымско-Ногайским набегам. И образовывали новые, выдвинутые вглубь степей, укрепленные линии, такие как Изюмская черта. И здесь впервые была четко определена граница между Россией и Турцией. На территории Новой России образовывались новые города, такие как Одесса, Херсон, Донецк, Николаев и Екатеринослав, и еще много других городов и небольших поселений. Начиная с 1860-х годов, по территории Новороссии, было проложено свыше 10 железных дорог. Ускорилась разработка Донецкого каменно-угольного бассейна. С 1880-х годов началась разработка месторождений Марганца, Уникополя и Ртути вблизи Никитовки. А к 1902 году уже насчитывалось 20 металлургических заводов. Был построен ряд машиностроительных и других заводов в Одессе, Николаеве и Херсоне. Активно развивалось судостроение. Важное место занимало и сельское хозяйство, так как этому способствовал благоприятный климат. А после революции в России, в 1917 году, Россия сильно ослабла. И при помощи враждебной, Германской империи, на территории Малой Руси, была образована Украинская Народная Республика. Украина сразу же заявила, территории Новой России, сферой своих интересов. И установила контроль, над этими землями. И впоследствии, когда Украина, вошла в состав Советского Союза. Украине были уже официально, переданы, земли Новороссии. На территориях Новороссии, в 1920 и 1930 годы, проводилась политика украинизации. И после этого, название Новороссия, постепенно заменилось, на название, Южная Украина. Таким образом, в начале 20 века, закончилась история региона, под названием, Новая Россия. Но после событий, 2014 года, на Украине, это слово, снова стало на слуху. Но это уже, немного другая история. А у меня на этом все, всем пока.